друзья всем привет ну что ж у нас сегодня воскресенье у нас сегодня выходной день а это значит мы снова едем на обзор на обзор нашего города любимого города матеевка и казалось бы солнышко светит должно быть тепленько хорошо как-никак у нас сегодня 11 мая даже не 11 12 но но не так холодно ветер такой холодный знаете вчера не было а сегодня есть такой будет на насильно сильный ветер я погоду глянул вроде без дождя но 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 ветер но эту неприятность мы с вами переживем уже сто раз ты еще раз переживали эти ветра сня куда же мы сегодня с вами едем мы сегодня едем с вами в поселок малевка это небольшой поселочек нашем городе пройдемся по нему пройдем по ханжонково зайдем в больничный городок поснимаем дома улицы переулки в лучших традициях моего канала сегодня 12 мая 12 мая 2024 год посмотрим жизнь города последнее видео хорошо набрали просмотров спасибо что смотрите спасибо что остается на моем канале тут у нас как тихо пока но сейчас будет ветра садимся восьмерочка шестерочка доезжаем дальше уже в лучших традициях как я уже сказал снимаем виду чик у меня конечно такой помятый да ну не мудрено на часах у нас 7 часа утра поэтому как-то тяжело проснулся но сейчас расходимся разговоримся и все пойдет как по маслу выходим на улицу кремлевскую тут подождем восьмерку только-только она уехала поэтому сейчас стоять минут 15 будем ну и конечно же мы сегодня с вами снимем родные места для людей которые мне написали вроде бы едет наша восьмерочка как вообще вам мой новый претит вот что я думаю вы узнаете место автостанция Плеханово тут у нас по сути ничего не меняется если бы мы ехали там на велосипеде да то другой вопрос мы бы сюда и не заезжали ща бы по прямой вы поехали вот так щас как это шестерка шестерочка шестерочка один раз чуть не съел на номер 60 поехал бы совсем другую сторону хорошо что опомнился опомнился Продолжение следует... 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 так 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 вот у нас дом номер пять по идее следующий у нас будет дом номер 6 так тут немножко немножко я неправильно понял нас дом не 66 а так что нам придется вернуться чуть-чуть назад через двор пятого дома тут как бы так ветерок поменьше тихо ну вот он дом номер 6 а я его немножко прошел вышел со стороны двора это получается прям напротив скорбящего ангела памятник катрина романс очень по первому этажу по первому этажу магазины до 9-этажный дом давайте сейчас с вами уже зайдем во двор раз мы уже здесь раз меня просили мы просили снять только с дороги вы посмотрите как как себя тут чувствует и сам двор ну вот двор благо что у нас прохладненько с утра поэтому торту точно ничего не будет так что чтобы чтобы не переживали вот такие у нас с вами уже с утра приключения ходим бродим по дворам альжонково и краем и стране тоже так интересно особенно с утра такая жизнь своя и сегодня воскресенье выходной день у многих по сути еще мы здесь спят сколько у нас еще 9 нет чего рано в воскресенье вставать правда хотя вот уже кто-то откуда-то возвращается с сумками с покупками мы с вами снова идем ближе к улице Кирова перед нами дом номер 5 и сейчас сейчас уже будем искать где нам поворачивать ну что мы к автостанции выйдем автостанция советская такой тенистый двор мне этот ей нравится ну вот у нас автостанция советская и нам по и нам по улице Скнарево идти ниже к школе номер 80 мы вот по вот этой тропинке тротуарной пойдем чтоб вручить вкусный торт данные места для люди я думаю знакомы не то чтобы она слышно раз она здесь прожила раз прошло ее детство то значит и по этим улицам она ходила тем более впереди у нас школа номер 80 в которой в которой Юля училась Юля я тебе передаю отдельнейший привет спасибо за то что попросила меня показать тебе твои родные места ну и плюс подарить торт я люблю делать людям приятно потому что позитив это всегда хорошо универмах собачки местные бандиты курочка когда-то по данной улице я проезжал было дело но это было давно я проезжал и школу номер 80 проезжал или проходил я уже не помню это когда мы вроде были в поселке новый если я не ошибаюсь где там не это был это я был на велосипеде поэтому грязь застрял такое не забыть точно так нам бы эту сторону перейти вот такое здание интересно с такими устными длинными окнами наверху написано электрон помните встречаются старые старые ну вот скоро скоро подходим к школе номер восемьдесят города Матеевка поселка Ханжонково у этой школы тоже такая история интересная я немножко почитал школа у нас тридцать седьмого года постройки и вот это здание которое вы видите это здание именно того года которое ну здание которое принимало первых учащихся данной школы во время великой отечественной войны 41-43 год здесь было типа общежития отдыхали немецкие солдаты после боев тоже переименовалась школа была и семь вторая и седьмая ну сейчас это школа номер восемьдесят прошли года школа стоит давайте немножко заглянем и на задний двор данной школы тут какая-то тряпинка повела в зелень ну а это вот задний двор видно что здание именно тридцатых годов дальше идти не буду потому что и окна такие старые ну и постройка постройка видите жизнью побитая школа ждет своего обновления тридцать седьмой год еще совсем немножко и будет 100 летний юбилей данной школы школа номер восемьдесят выходим снова на улицу идем дальше вниз в сторону поселка маревка акация у нас продолжает цвести и пахнуть как она цветет прям 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 мы в детстве ели кстати вот эти цветочки и было очень вкусно можно и сейчас попробовать нормально ой прошелся задел ветку на меня какие-то зеленые можете посыпались весь в них был капец такой еще не был я даже не знаю кто их кто это такой был вот такие зеленые мелкие мелкие так они сели на меня и даже не ниши вахтутся как прилипала какие-то так 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 продолжаем двигаться вниз потому что дорога идет на спуск поэтому вниз в принципе неплохая улица движение не очень это хорошо такой красивый куст обалдеть роза не роза впереди у нас тульский переулок дальше улица украинская у нас какие-то недострои диковато ни людей ни домов я хоть правильно виду завалы мусора к сожалению ну а вот перекон о котором юля я говорила мы идем дальше ну так дорога у нас улица сконарева нас выводит сам поселок марлевка такая дикая дорога мы быстренько пройдем небо красивое сегодня редкие облака ну вот главная дорога основная это немножко немножко получается не по той пошел ну а вот сам телекон полностью заросший акацией от какой шахты телекон сказать вам не могу потому что не знаю кто знает напишите в комментариях это у нас пересечении улица сконарева с улицей октябрьской ну нам дальше нам надо найти улицу черняховского ну а в конечном итоге переулок черняховского братья велосипедисты ну по идее мы с вами уже уже в самом поселке всего один раз я здесь был проездом когда возвращался откуда-то возвращался не помню откуда улица лазурная поселок сам по себе небольшой я уже говорил как говорите или как поется в той песне три дома три доски ну нам главное сейчас вручить торт пока он свежий пока он хорош как он там себя чувствует хорошо чувство конечно его несут а я иду у людей какой мы дом встречаем даже два дома таких хороших дома улица парижской коммуны ну вот мы добрались до этого красного дома точнее с красного тряпича о котором юлия и говорила вот она у нас улица черняховского начинается самое начало ее и нам дальше до пересечения улица черняховского и переулка черняховского уже знаете жарковато становится надо ускорить шаг тортик 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 у нас домики тоже есть хорошие не совсем плохом состоянии запущенные видимо неживые все как везде по горле матеевка по разным поселкам как говорится чего мы с вами только не видели где не бывали здесь не бывали но теперь здесь мы хотелось про этот поселок узнать какую-то информацию но знаете как это бывает ничего я не нашел хотеть здесь там допустим шахты были старый ли поселок нет ничего не нашел к сожалению поэтому давайте просто наблюдать за жизнью это тоже очень даже хорошо улица партизанская вот она детская площадка значит идем в правильном направлении мы говорится сориентировались правильно ну если вдруг что непонятно то всегда есть карта главное чтобы было название улицы и номер дома в остальном мы разберемся как туда добраться чтобы ничего не пропустить такой видочек неплохой открывается все зеленое все зеленое согласитесь что зимой осенью поздней тут же все смотрелось бы иначе а сейчас прям душа радуется особенно в такую солнечную погоду это всегда приятно я так понимаю это где-то это вот здесь вот он проволочек между домами ну и мы к дому где живет владимир мы в любом случае попадем а это два дома других здесь наверное уже лично для видео будет для юли поэтому встретимся уже когда тот будет вручен так ну что торт я вручил папа спал мама была на месте так что торт отдал маме все сказал что от юли все как бы хорошо сейчас у нас это понимаю это улица советская если я не ошибаюсь и вот ну в принципе да можем выйти на нее и пойти уже в сторону больничного городка но перед этим я хочу еще раз пройтись по данному по данной улице или точнее переводку выше 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 так не знаю может быть дойдем до улице до октябрьской улице дойдем вот такой вот перевод дорога полностью полностью земляная практически крайне редко можно встретить кусочки асфальта видимо когда-то тут что-то и было асфальтировано думаете вот так пройдусь покружусь немножко как она здесь на сегодня июля посмотрите вы посмотрите плохо когда на домах нет номера потому что происходит столько там догадываться карта не всегда показывает тоже номера тут просто где-то магазинчик это посмотрел на карту где-то магазин есть сейчас мы его найдем а дальше уже пойдем в сторону в сторону больничного городка пятый дом по переулку сейчас дойдем до улицы парической коммуны там свернем у нас получается вот кладбище кладбище данного поселка сегодня поминальный день поэтому тут такое вот движение куртку я уже снял потому что реально жарко стало стало очень жарко едет пляд газовая станция огнеопасно сейчас мы сейчас выходим на улицу парижской коммуны вообще в поисках в поисках магазина тут он где-то нам будет свернуть ну тут стало чуть-чуть прийти самолеты летают где-то высоко-высоко ну вот вот возле колодца нам сюда это огромнейшая лужа ну у нас есть тропиночка по которой мы эту лужу обойдем грудь заросший никто его не обрабатывает а вот и местный магазин обрабатывает здравствуй 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 водичка водичка 45 спасибо хорошего дня сегодня вместо кофе водичка давайте наверное наверное вернемся опять на улицу политической коммуны и пойдем выше я думаю это будет самый правильный вариант меня знаете 7 пятниц на неделю опять возвращаюсь на улицу октябрьскую я посмотрел что она нас в принципе выводит прям идеально куда нам надо так что тем более тут все дальше высотки будут то есть какое-то движение а там будет чисто дорога нам что нам-то дорога нам надо показать жизнь жизнь города в частности поселках октябрьская такая длинная улица можно сказать асфальтирована правда сильно здесь не разгонишься ну по крайней мере пыли нет дождя давно не было уже много-много пыли забор служили с бутовского камня заросший детей виноградом чудеса материстые чудеса чуть выходишь на открытое пространство все ветер задувает ветер задувает вот эти прямая практически без подъема дорога она же улица октябрьская а по правую по левую сторону у нас обычные дома частые дворы ну дальше будут высотки но не знаю насколько они уже будут относиться к данному поселку то уже наверно будет все эти ханжонково у нас уже гаражи пошли дома закончили и пошли и вон уже многоэтаж не виднеются вот за гаражами у нас улица среды я сейчас думаю знаете давайте пройдемся на между дворами по дворам уже дойдем до впу 106 высшее профессиональное училище работает она не работает я не знаю ну рядышком пройдемся посмотрим сам посмотрю вам покажу детский садик место такие четырехэтажные четырехэтажные здания люди под окнами какую красоту наводят молодцы у кого-то бывает огородик у кого-то палисадик красиво убраны эта площадка степеньки что-то где-то здесь было только что лично я не знаю эти прям зацементированы это танцплощадка наверное по идее мы с вами должны выйти к улице колобухова и там же рядышком будет высшее профессиональное училище номер 106 могли бы пойти вон по дороге там на меня собака напала неадекватная так самая такая реакция не она меня посмотрела спокойным взглядом потом резко что-то вспомнила наверно как давай гавкать больная какая-то ну хоть она начала бежать в другую сторону от меня ну никак не на меня это меня порадовало то я уже знаете такую стойку стойку приготовил отражать атаку собать вот тоже акация но не белая розовая свет красивый и она такая наверное более поздняя потому что белая уже полностью расцвела а это вот только-только начинает ну вот эти вот дворы ханжонково у нас такое знаете будет видео и обзор одного поселка и ханжонково и больничный городок ну больничный городок он относится ханжонково и проведемся с вами поселок буроз по улице пирогова пройдем то есть как то так сегодня сегодня день полностью посвящен нашим прогулкам по городу магазин заведения золотого только закрыта тут тоже какой-то магазинчик был наверное но закрыть подвижение интенсивное ну мы дождемся и перебежим ну тут вот как то так схожи на все перехожено тут какие-то плиты наверное под низом у нас какие-то были гаражи или что видите тут какая-то площадка ну это вполне возможно что вот эти вот какие-то были подсобные помещения данного впу ну пока здесь так кошка кошка на меня так смотрит побежал сейчас мы чуть-чуть зайдем на задний двор а потом снимем фасадную часть ну вот так вот да но когда-то здесь тепело тепела жизнь дети учились улица кирова 1а какой-то или корпус или столовая я не знаю но в любом случае кто-то меня смотрит и вполне вполне понимает что это было когда это было огромнейшее дерево упало точнее ствол то что то что от него осталось вот так вот мы это здание практически с вами вокруг обошли хотя нет знаете работает потому что некоторые окна вон поменяли на пластиковые я думаю работает а это фасадная часть с такой вот башни наверху на башне мозаика в виде трех рабочих я так понимаю но вы не видите не увидите потому что это все мелко камера камера не сможет все это увидеть и вам показать ну тем не менее хоть вам расскажу вот такое оно длинное на окнах налеплено на птицах голуби на окнах налеплено на птицах голуби цветочки в окнах ступеньки все рассыпанные в общем под вопросами все под большими вопросами сейчас мы с вами пойдем в сторону школы номер номер 16 хошелахера школа номер шестнадцать городомятевка она относительно относительно не такая уж старая в шестьдесят втором году была открыта вот и в первый учебный год было восемьсот семьдесят восемьсот семьдесят детей было 27 классов и 56 преподавателей это так вот она начинала ну и как видите до сих пор эта школа существует в ней учатся дети ханжонкова в частности города макеевка нам надо бы перейти в эту сторону видите какое движение прям сложно дорогу перебежать там практически напротив школы у нас пожарная часть но мы можно сказать о подножье этой школы попросили меня тоже данную школу снять показать какова она сейчас когда мы делали большой обзор на ханжонкова то я как бы рядышком проходил с ней ну не зацикливал внимание ну а сейчас мы попытаемся там вокруг пройти оценить и и и я так понимаю мы заходим со стороны стадиона видно уже что окна поменяли и фасад тоже хорошем состоянии ну по крайней мере вот с этой стороны с которой я захожу что-то там дальше будет будем смотреть вот такой вот стадион заросший пока это меня попросили вам снять попросила снять софья и володя давно то что возможности но приехал уж в маленького но все рядышком да поэтому тут пройтись с пол километра и вот уже возле этой школы с удовольствием показываю что называется ну так вот она выглядит софья это так понимаю боковая часть самой школы сделано школа школа сделано это видно сразу если сравнить 80 свету как бы не пройти дальше пройдем понимаете тоже хочется сильно вот так вот прям ходить здесь прям спритык потому что все таки это школа на тут ходит какой-то чувак снимать то есть подозрение подозрение удваиваются утраиваются не знаю двери пластиковым то есть то есть школа живет точно неплохой жизни средняя школа номер 16 это кстати у нас есть к это памятка в этой школе учился надо юрий петрович 71 81 год герой степозипший при выполнении воинского долга в республике афганистан было ему всего лишь 20 лет как-то так а с дороги вот так вот она выглядит сейчас мы движемся в сторону кольца ханжон кого тут нам надо где-то найти остановочку и по сути отсюда нам надо что называется рвать ноги и ехать ну и тут у нас такой вот 5 а нужно 5 а ну тут такой вот памятник ленину ну что-то он себя совсем плохо чувствуешь разбиты весь из какой-то облупленный требует срочной реставрации ну что друзья а я в принципе знаете психанул и пошел пешком пошел пешком от хаджон кого до бороса не знаю сколько по телометражу я потом домой приеду это не потому что я жадный не хочу 30 рублей платить а потому что не так захотелось погода позволяет время тоже ну и так вот эту дорогу сейчас идем по улице урджинтидзе вот поворотик идет на улицу советскую странник путник идем по дороге тоже люди туда-сюда ходят впереди самое большое кладбище кировская поэтому или как его называют по старинке кладбище бурос огромнейшее кладбище там конечно заблудиться можно напоминаю сегодня у нас 12 мая упоминальный день поэтому люди сегодня все на кладбище и поэтому смотрю маршруте полнующие ведут прям забитые люди чуть ли не соком торчат магазин березка закрытый почему-то установка общественного транспорта хорошо что вдоль советской улице есть тротуары с этой стороны и с противоположным потому что по дороге идти тоже как-то как-то не очень тем более движение видите тут такое не очень спокойно в общем тут машины тоже видите ездят на старое кладбище и мы в толпу вольемся ну а так и ищем сейчас первую улицу пирогова потом вторая улица пирогова и третья улица пирогова самая крайняя улица ох 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 все сворачиваем уже на улице ближе к улице по этим дорогам невозможно там можно задохнуться пыль 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 такс куда это мы с вами вышли будем сейчас разбираться по ходу дела я когда в поселке буроз был то сюда я не заглядывал как знаете ох это дом знаете с чего он был сделан намешали кутра глины с мелким камнем стены вылаживали так это у нас улица Павлова пройдемся по Павлова а следующая улица уже будет пирогова ну сами по себе данные улицы они не небольшие может домов двадцать могу ошибаться но это по моим ощущениям знаете мне наверно надо как-то менее ярко одеваться потому что я уж слишком яркий я всем в глаза бросаюсь так смотрю большинство серенько так одеты темная серая чуть-чуть забора осталось полностью все заросло вот в принципе наша улица и закончилась как оригинально прикольно сделано заразы встретил недружелюбных собак и вот смотрите выхожу на улицу которая сбрущат это первая улица которую мы сегодня встретили причем такая широкая знаете широкая послевоенная дорога ну годов сороковых конца быть может середины и вот она первая улица пирогова которую вы просили чтобы я снял я сюда доехал я сюда добрался тоже тоже дорога с прыщатки улица старая встречаются дома барачного типа абсолютно абсолютно хорошие домики вот так вот с вами пройдемся и дима посмотрите вы посмотрите как эта улица живет на сегодня дом номер семь ну в основном в основном тут дома вот эти вот старые длинные бараки которые в принципе все живые я ни одного не вижу разрушенного все целые более-менее ухоженные газа здесь нет потому что вижу много пального угля в принципе первый который наполовину вроде еще живой ну а одна часть полностью разбита крыша тоже явно там никто не живет первая у нас улица закончилась перебираемся с вами на вторую улицу пирогова тут что-то непонятное такое дом такой интересный что тут было вторая улица вторая улица и ну и и и и и и и и москвичи советский автопром ну 3 улица пирогова у нас получается крайняя улица дальше уже все ничего нет я имею ввиду домов тут уже огороды некоторые пытаются ухаживать как и предполагалось данная улица тоже с брусчатки огромнейший телекон и все зелень уже появляются некоторые дома такие выглядят лучше чем новые построенные честное слово я удивляюсь людям так умеют так умеют ухаживать но это все еще в своей родной облицовки нельзя нельзя ну вот чуть был не покушен двумя близняшками я вообще не пойму на шпичком иду вроде как но если они такие неадекватные чего вы их в доме ничего во дворе не держите странное дело главное чтобы не покушены в остальном все все четко девчонка смотрела так на камеру обратила внимание на ее увидела так смотрела как будто она увидела я удивляюсь людям порой 21 век ну чему удивляться чему удивляться в каждом телефоне камера я думаю я не знаю я не знаю я не знаю я не знаю Кто подкунул-то, блядь? Достал-достал Ну посмотрите, сколько людей вам стыдно, что буду сдачи давать А мне какая разница Ммм Людей много очень С дачу возьмите А? Ну щас Заглопили вас? Ммм Ммм Людей много очень очень много людей Ммм 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Доехал на восьмерочке Уже почти ничего не снимал Зашел в магазин Купил лимонадика крымского Ну а так друзья Возвращаюсь я домой Голодный, уставший Ничего не брал перекусывать Домой сейчас придем Пообедаем плотненько И надо немножко будет отдохнуть Ну а потом начну монтировать ролик Для вас Отдельный привет передаю Юле, Диме, Софье и Володе Привет вам огромнейший с Матеевки Я показал ваши родные места Спасибо что заказали видео На этом говорю всем пока Как всегда спасибо огромнейшее Что досмотрели это видео до конца Показал вам И Малевку, и Ханжонково И больничный городок Бурос Все вы сегодня увидели Такая вот прогулочка выходного дня По городу Матеевка Большое видео для вас снова С огромнейшим приветом С города Матеевка Все, всем пока До новых встреч До новых поселков Переулков Улиц, дорог Нашего любимого города Матеевка Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok